Друзья, всем привет! Мы вас приветствуем на канале Wingret Channel. Вашему вниманию видео, посвященное лучшим голливудским фильмам 80-х годов и год 1989. Всем приятных просмотров! Бэтмен. Жанр, комикс, режиссер Тим Бёртон, актеры Майкл Китон, Джек Николсон, Ким Бэйсингер, Роберт Вулл, Пэт Хинга, Билли Ди Уильямс, Джек Паланс и другие. Фильм снят по мотивам комикса 30-х годов «Человек-летучая мышь». Основой сюжета – борьба между эксцентричным Джокером, являющимся воплощением зла, и Бэтменом. Для всех в Готэм-Сити загадка, что за человек этот герой борет с преступностью. Им оказывается молодой миллионер Брюс Уэйн, у которого родители погибли от рук уличных бандитов. «Дикая орхидея». Жанр, драма, мелодрама, эротика. Режиссер – Залман Ким. Актеры – Жаклин Бисер, Микки Рурк, Каре Отис, Асум Тассерна, Брюс Вьюн, Милтон Гассальвес и другие. Красавица-бизнес-фулмен, отчаявшаясь соблазнить таинственного миллионера, загадочно улыбкает на устав. Выступает в роли наставницы юной красавицы-адвоката. И ведет ее в решительную и такую сладостную атаку, и неприступное мужское сердце сдается на милость победительницы. Как раз тот момент, когда храбрая покорительница уже готова в отчаянии послать желанного мужчину ко всем чертям. Дорогая, я уменьшил детей. Жанр – Комедия, научная фантастика, приключения, семейное кинофэнтези. Режиссер – Джо Джонстон, актеры – Рик Маранис, Марсия Страсман, Томас Уилсон Браун, Лук Ателл, Эми О'Нилл, Роберт Оливерди и другие. Бейсбольный мяч угодил в электромагнитную машину, предназначающуюся для того, чтобы уменьшать различные предметы. Аппарат включился, и четверо подростков уменьшились до размера лимона. Крошечные детишки переживают целую серию приключений и опасностей. Эми нету Петти, а Ника нету Кестеров. Индиана Джонс и последний крестовый поход. Жанр – боевик, вестерн, комедия, приключения, фэнтези. Режиссер – Стивен Спилберг. Актеры – Харрисон Форд, Шон Коннери, Дэнхоу Айлерт, Элисон Дуди, Джон Рис Дэвис, Джулиан Гловер, Ривер Феникс и другие. Третья часть невероятных похождений православленного археолога и искателя приключений Индиана Джонса. На этот раз бесстрашный Индиана разыскивает самую таинственную реликвию в истории человечества – Святой Граве. В этом археологу помогает его отец, профессор Джонс Старший. Теперь под бдительным оком своего отца и при помощи своих верных талисманов, неизменной шляпы и хлыста, Индиане предстоит совершить много благородных подвигов, потрясающих открытий. Наша ситуация не улучшилась. Он будет искать Святой Граль. К-9. Собачья работа. Жанр – Бай Вик, комедия, криминальный фильм. Режиссер – Рот Дэнин. Актеры – Джеймс Белуши, Мел Харвис, Кевин Тих, Джеймс Хэндик, Эд О'Нилл, Коттер Смит, Рюит Тейлор Винс и другие. Никто не может ужиться со специальным агентом отдела по борьбе с наркотиками – Томом Дуле. От этого крутого служителя закона напарники разбегаются в оси стора. Поэтому начальство решило определить партнера тому хорошего, подготовленного, опытного полицейского, у которого свой особый нюх на преступника – дослуженного пса по имени Джерри Ли. Так, давай-ка кое-что уточним. Женщина моя. Он вливается в высшее общество. Но когда он работает под прикрытием, у него есть свои собственные методы. Ну и как тебе? Киборг. Жанр – Боевик, научная фантастика. Режиссер – Альберт Пьюн. Актер – Жан-Кот Ван Дамм, Дебора Рихтер, Винсент Клинн, Алекс Дэниелс, Дэйл Хэддон, Ральф Мюллер и другие. Бесстрашный воин ведет поиски лекарств, которые могут излечить человечество от страшного вируса. В Нью-Йорке он встречает девушку-киборг. Вместе они ведут борьбу против пиратов-людоедов и пытаются доставить жизненно важную информацию в группе ученых из Итландии. Кикбоксер. Жанр – Боевик, драма, спортивный фильм. Режиссеры – Марк Десаль, Дэвид Уорт. Актеры – Жан-Клод Ван Дамм, Деннис Алексио, Хаскал Андерсон, Мишель Киси, Син Хой Инг, Дин Харрингтон, Марк Десаль и другие. Американский чемпион по кикбоксингу Эрик Слоун приезжает вместе с братом Курта в Таиланд, чтобы сразиться с местным чемпионом Тонг По. Сразу после начала боя становится ясно, что Тонг По нам много сильнее противника. Однако Эрик отказывается прекратить сватку и в итоге оказывается в инвалидном кресле. Поскольку Тонг По не прекратил избиение после того, как бой был официально прекращен, Курт решает ему отомстить. Он находит знаменитого учителя тайского бокса и начинает тренироваться для матча реванша. Когда Гарри встретил Салли Когда Гарри впервые встретил девушку Салли в 1977 году, они не знали, что их случайно встретят через 12 лет, растут дружеские отношения, без взаимной влюбленности. К тому времени оба они были одинокими людьми, не сложившейся личной жизнью, неистребимой потребностью любви и счастья. И очень долго они не могли признать себе, что любовь ждет их рядом. Во время нашей первой встречи ты мне не очень понравилась. Ты мне тоже. Я понял. Безвлекий тип срывает с тебя одежду, и это вся твоя эротика с 12 лет. Кошмар на улице Вязов 5. Дитя сна. Жанр. Детектив, триллер, фильм ужасов фэнтези. Режиссер. Стивен Хопкинс. Актеры. Лиза Уилкопс. Роберт Ингланд. Эрик Андерсон. Велари Армстон. Криатрис Бопплин. Келли Джо Минтон. Дэнни Хэссел. Уит Хэртфорд. И другие. Неистребимый детоубийца, который в пятой части даже объявляет себя Супер Фредди, и схитряется возродиться в ребенке, находящемся в утробе матери. Единственный шанс спасти ребенка – найти незахороненный труп монашки Аманды Крюгера, породивший на свет такое чудовище, как Фредди, чтобы его уничтожить. Красавчик Джонни. Жанр – драма, криминальный фильм. Режиссер – Уолтер Хилл. Актер – Мекки Рурк. Эллен Баркен. Форрест Уитокин. Дэвид Шрам. Питер Джейсон. И другие. Джонни родился с обезображенным лицом, но научился с этим жить. Когда у его друга Мекки однажды возникают проблемы с деньгами, Джонни соглашается поучаствовать вместе с ним в ограблении. Придуманный им план безупречен, но приглашенные со стороны бандиты кидают своих партнеров и убивают Мекки. Тем временем, оказавшийся за решеткой Джонни, участвует в программе по исправлению дефектов черепа. Назад в будущее 2. Жанр – комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино. Режиссер – Роберт Зимекис. Актеры – Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, Томас Ухи Уилсон, Элизабет Шу, Элайджа Вуд, Мартин Леви, Нил Рос и другие. В этой части герой перемещается в будущее, чтобы исправить возникшую там угрозу. Но нельзя перемещаться во времени, влиять на события и не изменить настоящее. Возвратившись из будущего, изобретатель Док и Марти Макфлай попадают в странное незнакомое время. Последствия путешествия во времени необходимо исправить. Охотники за привидениями 2 Жанр – фильм ужасов, комедия, научная фантастика. Режиссер – Айван Райтман. Актеры – Билл Мюринг, Дэйн Эйкрой, Тигурни Уивер, Харальд Рамикс, Рик Моранис, Энри Хадсон, Энни Поттс, Питер Мак Никол, и другие. Сиквел полюбившегося фильма не заставил себя долго ждать. Какая только гадость не проживает в Нью-Йоркской канализации, отважные борцы с привидениями без промедления вступают в схватку с монстрами, притаившимся в сточных водах. Однако отвратительная живность – это не главный враг, а лишь средство захватить власть в городе. Удобного шанса ждет Питер Мак Никол, и наши герои способны ему помешать. Но когда слайм на стаду... Кто ты звал? Дай мне гадость-бастер! Ты получил! Гадость-бастер! Да, мы вернем. Это слайм-тай. Это было несколько лет, когда мы использовали эту вещь. Я думаю, что это все работает. Полицейская академия 6, город Вассали. Жанр – комедия, криминальный фильм. Режиссер – Питер Боннарц. Актеры – Буба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уинслов, Лесли Истербрук, Марион Рэмси, Лэнс Кинси, Мэтт Маккой, Брюс Малер, Джетт Дабл Ю Бейли, Джордж Гейнс и другие. Дерзкая банда неуловимого хайца наводит ужас на жителей города. Преступники грабят банки и магазины, устраивают разбои и налеты на музеи. И все это происходит на участке капитана Хереса. Освободить осажденный город под силу лишь бравым ребятам из полицейской академии, которые без сомнения смогут противостоять наглой шайке бандитов и защитить мирных горожан. Смертельное оружие 2 Жанр боевик, комедия, триллер Режиссер Ричард Доннер Актеры Мэл Гипсон, Дэнни Глоннер, Джо Пешик, Джош Аклинт, Деррик О'Коннор, Трэдси Кэнси, Дарлен Лау, Трэйси Ульф, Стил Кэхер и другие. Во время вечернего патрулирования дуэтом непобедимых и обаятельных лос-анджелеских полицейских Мартином Рихсом и Роджером Мертов была задержана подозрительная машина, важненькою которой обнаружили золотые монеты Республики ЮАР, запрещенные для возраста США. Неследствие приводит посольство ЮАР. Защищают, к тому же, очень важного свидетеля по делу мафии, Лео Гетси. Героям удается разоблачить преступников-наркодельцов. Отличная работа, офицер. Все, погнали ко мне. Готовлю сам. Везет вам. А мне каждый день учиться. Ты не успеешь. Успею. Места не хватит. Да, ты прав. Места маловато. Танго и Кэш. Танго и Кэш. Жанр. Боевик, комедия, криминальный фильм, триллер. Режиссеры. Альберт Маньоли, Андрей Кончаловский. Актеры. Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел, Терри Хэтчер, Джек Паланс, Марка Лайман, Роберт Эддар, Льюис Аркетт, Эдвард Банкер и другие. Более вдвое полицейских, Рейтанго и Габриэл Кэш, соперничают друг с другом в славе. Благодаря своим смелым акциям против торговцев наркотиками, умело подставленный главарем мафии, Хаузером и посаженный в тюрьму. Откуда задумывают устроить побег? Тернер и Хач. Жанр комедия, криминальный фильм Тридер. Режиссер. Роджер Споттисвуд. Актеры. Том Хэнкс, Крейхти Нельсон, Мэри Уиннингем, Реджин Альт Вэл Джонсон, Скотт Полли, Джи С. Куин, Дэвид Нелл, Эбби Рой Смит и другие. За несколько дней до получения нового назначения, прежде чем отравиться в другой город, полицейский Скотт Тернер приходит навестить старика, с которым дружил. Старик, живущий на барже вдвоем с собакой по кличке Хач, стал жертвой убийства. Для Тернера и Хача дело честное, и преступника. В конце 80-х комедийные боевики с собаками пользуются большой популярностью. Законодателем моды стал К-9. Тернер и Хач развил тему, хотя в очном соревновании Хэнкс и его мастив Хач все же проигрывают блестящему белушу и обчарке Джерсили. Стрелить. Вот молодец. Все готово. Теряга. Жанр. Боевик, драма, криминальный фильм, триллер. Режиссер. Джон Флинн. Актеры. Сильвестр Сталлоне. Дональд Сазерфан. Джон Эймес. Сони Лендер. Том Сейзман. Фрэнк Макрэй. И другие. Фрэнк у Леона осталось менее полугода от ситки в тюрьме общего режима. И он намеревается отбыть наказание, не вступая в конвирт с законом. Однако у начальника тюрьмы стрелого режима есть давний зуб на Фрэнка, и он добивается перевода Леоны в свое заведение. Теперь Фрэнк должен сражаться за свою жизнь. Кенту Бёрни. Жанр. Комедия и приключения. Режиссер. Тед Котчев. Актёры. Эндрю Маккарти. Джонатан Силингман. Кэтрин Мэри Стюарт. Терри Кайзер. Дон Кальфа. Кэтрин Паркс. Лойза Джориа. Грегори Салата. И другие. Двое молодых сотрудников финансовой корпорации мечтают о карьере. Для этого они работают сверхурочно, по выходным, стараясь всячески обратить на себя внимание шефа. Наконец, им удается обнаружить информацию, свидетельствующую о том, что кто-то на фирме по-крупному мошенничает. Доложив об этом шефу, они немедленно получают приглашение посетить его шикарный загородный дом на океанском берегу. В предвкушении дивного уикенда ребята отправляются в гости к Бернию. Так зовут шефа. Оказавшись на месте, они обнаруживают Берния уже холодным. Конечно, проще всего было бы смотаться. Но тут-то и начинается Котаваси. Оказывается, шеф-покойник пригласил к себе в гости еще кучу народа. Чернокнижник Жанр Боевик Фильм ужасов Режиссер Стив Майнер Актеры Ричард Грант Лори Сингер Джулиан Сенс Мэри Воронов Деверт Кэрп Бендер Аллен Миллер Кевин О'Брайнов и другие. Бостон 1691 год Городской палач готовится к казни зловредного колдуна, продавшего свою душу дьяволу. Но сатанинские силы помогают колдуну бежать в будущее в Лос-Анджелес 1991 год. Здесь он находится за колдовской книгой, которая сделает его властителем мира. К счастью для человечества, вслед за колдуном из прошлого прибывает его давний враг, тот самый палач. У сатаны тоже есть сын. Тебе не справиться со мной. Ты первым узришь нового силы. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Для нас это очень важно. До новых видео и новых встреч. Всем мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова